Всем привет, с вами Селестин, продолжаю проходить игру Снайпер Лид В2. В прошлый раз эта миссия была в музее кайзера Фридриха, в которой моя задача была создать хаос между солдатами Красной Армии и фрицами. Я взорвал мост с конвоем русских танков, замедлив его продвижение колонны, чтобы они начали воевать друг с другом на музейном острове. Я бы пошел дальше. Идем по следу как раз-таки этого Швайгера. Следующая миссия называется Опернплац. Сложность летний снайпер. Послушаем брифинг. Теперь, когда русские немцы дерут друг с другом дрешкуры на музейном острове, и у меня появилось немного времени. Я отправился на Опернплац, к месту заточения Швайгера. Меня послали его убить, а я пытался спасти его задницу. Забавные шутки откалывает жизнь. Так, ну на фотке я понимаю как раз-таки тот самый Швайгер, который нужно защитить. Справа фотография какой-то ратуши на площади. Ну, плац переводится в площади, Опернплац. Посмотрим карту. Это наша стартовая позиция. Так, по легенде обозначены позиции непонятно кого. То ли стрелков, то ли потенциально наши. Вот сам Опернплац. Очень большая. В центре очень большая площадь. Слева и справа здание. Идеальные места для вражеских стрелков. По характеру миссия. Я понимаю, все так же будут здесь и русские, и немцы. Ух ты, Гевер. Ничего нового использовать лучше не буду. Лучше это будет Маузер, потому что расстояния очень большие. Нам нужно только увлечение. Во время Второй мировой войны с этим были большие проблемы. Да, есть мощные винтовки типа Спрингфилда, того же Мосина. Но нам нужно мощное лечение. МП-40 для ближнего боя. Веларет для похода в зданиях бесшумных. Что касается гранат. Ну, наша лимонка, конечно, круче, чем М24 по урону. Поэтому возьмем ее. Растяжки, думаю, не нужны. Три фугасика возьмем. Потому что, скорее всего, буду выбирать позиции на верхотуре. На последних этажах зданий, чтобы обезопасить подход со спины. Буду стать фугасы. Так, ну что, 2 гранат F1. Лимонки, 3 фугасы, МР-40, Веларет и Маузер, 98к. Поехали. Начинаем где-то в тени. Сразу иду в шейдеры. Спал опять окидки и фрецесски. Посмотрим на обстановку. Державый ход. Так, 2 немца. Пока что. Стрелковых позиций нет. Справа пентаграмма взрывов. То есть можно будет маскировать свои выстрелы. Так, движение. Заметил еще один немец идет. Попробуем действительно маскировать выстрелы. Дождемся пока этот чел и этот не будут друг друга видеть. Ой-ой-ой, очень большой ветер. Ветер будет, наверное, иметь влияние только на больших дистанциях при положении лежа. Не думаю, что здесь нужно будет делать большой поправку, но хотя... Все знаю, на следующем выстреле можно забирать. Хотя нет, подождем. Немножко он дойдет. Сейчас, знаю. Можно пробовать. Нет, все-таки ветер влияет сильно, даже на таких маленьких дистанциях. Я думал, двойной будет. Без шума мне не удалось. Да, ветер очень серьезно вывелся. Так. Чего-то не вижу, что он немцы, блин. Бежит. Два три человека, прячься за угол. Не удалось без шума. Ну, окей, тогда нам нужно будет сейчас гранаты. Гранаты. Гранаты и МП-40, на всякий случай. Так, вижу двух фрицев. Так, ну, примерно вот так вот. Кридва-гин. Не задел я гранаты, но ничего страшного. Черт. МП-40 и Бонзай. Вроде бы все, да? Агрессив стайл начинается. Не поставь, если неишь это все. Но ничего страшного. Так, нам нужно на площадь попасть. Это можно сделать, видно, двоя способами. Через двор и здание и напрямую через поворот. Ага, вот здесь по-тихому это сделать. Прихожу на Белородзе. Так, поглядываю в окошки. Сейчас подождем. Подождем, когда он уйдет с окна, да. Очень неточным Белородом попробую его убить. Отлично. Так, задача выполнена. Безопасить площадь. Но, по-русски это означает убить всех немцев. Я понимаю так. Попробую забраться наверх. Самое идеальное поездить, естественно, сверху для снайпера. Больше угол обзора и так далее. Посматриваю постоянно на предмет немцев. Так, невец. Снял я под взрыв, чтобы не было слышно звуковинтовки. Так, здесь потенциально куча стрелков может быть. Немцы, а что-то... А, вот патруль идет. Так, патруль. Вот он спрятался за взот. Под следующим выстрелом можно будет его снять. Отлично. Справа челмей не спалил. Следующий выстрел его же не. Взрыв. Три, два, один. Ну. Расстояние небольшое. Попробовок даже не надо. Хотя попытался. Успел я вроде бы попасть... Да, попасть под взрыв. Пока что я не демаскировался. Я все равно буду двигаться наверно наверх. Хотя... Сейчас повнимательнее посмотрю. Да, вот неинец вдалеке. Под следующий выстрел хорошо пойдет. Под следующий выстрел движущаяся цель вот там, где огонь. Офигеть, просто красавчик. Вообще и в голову. 2500 очков. Найс. Аккуратно-аккуратно ползем дальше. По ощущениям все равно тут, да. Нашел труп немец, удалопожалище. Что-то там задергался. Пока что один. Пока что один. Сменю позицию наверх у него. Чтоб никто сзади не пробрался, ставлю посередине фугасик. Тихонько сейчас пойдем наверх смотреть. Где же там тот забегавшийся немец? Не ищет ли он меня? Стрелки, стрелки, стрелки. Вот здесь хорошая позиция. Пока что никого там нет. И здесь вот. Так, ну что? Пока чисто. Выходили с ним с ним? Не вижу никого вообще. Ни снайперов, ни немцев. Неужели демаскировать себя? Два дзота, непонятно ли. Какое предназначение у них? А, вон он. Красавчик. Очень плохо его видно. Найс. Так, задача выполнена. Пробраться к позиции для... Тут не ясно. А, похоже, сейчас... Сейчас и будут наши любимые стрелки. Стрелки и стрелочки. Надушки. Пойдем. Жалко, фугас потерял просто так, но безопасность превыше всего. Ищу блеск прицелов. Пока что огня по мне нет. Патроны для Маузера. Так. Стрелки. Ладно. Ведет, аж еще есть. Ну, очень не нравится мне противоположное здание. Вообще не нравится. Но пока вроде бы там никого. Ладно. Придется идти на улицу. Игруля во многом скриптовая. То есть пока не ступишь на какую-то невидимую плитку, они не появляются. Возможно, это тот самый случай. Так, как же нам поступить? Пойдем-ка мы обратно пойдем. Разбился пульс. Окей. Так, здесь чисто. Вот эти мне всякие места не нравятся. Слишком темно, слишком хорошо. Че, нельзя выпрыгнуть? Блин. Ладно, пойдем тогда вообще. Так, ну что, начинается самое опасное место. Открытое пространство. Пульс более-менее. Никого. Ой, господи. И так. Хочу бежать до этого Зилка. Играла, конечно, давно. Года два назад. Но, блин, я помню, что здесь опасные ребята. Так, пока что чистую. Стрелок слева появился. Может, и другие появились? И че мы с ним будем делать? Ну, поправки тут точно нет. Ты уже стреляешь? Под следующий шум выйдем на замедлениях. А, видел еще слева снайпера. Офигеть. На балконе стоит. Офигеть. На обратном здании, блин. Видео его на балконе. Когда пуля взамен летела, я увидел чела с винтовкой. Посмотрим. Да, вот он стоит на самом верху. Справа от фрисовского флага на самом последнем этаже. Вот от флага третье окно. Попробую его в стене заснять. Спали тут? Очень большое ветер. Справа от флага. Что-то мне подсказывает, что это все равно не все, ребята. Ух ты, увидел его. Окно аккуратно под конем которое. С третьего этажа попробуем его снять. Ты мне подсказка. Похоже не простой чувак. Похоже он смелый позитивный. не просто с ним будет это он опасно очень как же мне его выманить нужно сменить позицию вообще хотя бы я знаю где он сейчас обитает нужно переместиться туда где он вообще не ждет да я думаю неплохо будет опять вернуться в то место где мы были вначале вот здесь с фугасом позиция тихо 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 мы потихоньку сейчас попробуем его быстро не знаю сколько у нас там получится и Продолжение следует... 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 Хуже не придумаешь. Похоже, сейчас нам нужно будет Швагера защищать его отход. Так, сейчас прочитаем. Прикрыть маршрут в Душвилте. Ага, значит, он бежит ко мне все-таки. Так, ну позиция вроде неплохая. Так, куда его несет? В здание. Кого ты там сыришь, блин? Так, он бежит на второй этаж. Еще немцы. Подказки. Похоже, перезарядка. Блин, бродово, держись. Еще и вниз. Прямо от перекрытия. Еще один. Ну, смотри, Швагер сам не пробовал, чувак. С пистиком вот там фигачит. Так, меняем позицию. Сверху. Еще один. Непонятно где. Блин, надеюсь, он выживет. Сверху еще один фриц. Высень голого. Швагер его убил. Так, сейчас, 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 сейчас с улицы могут полезть, да, наверное? Да, братан, сейчас выйдет. Сим-сим, откройся. Фрицы, фрицы, где он? Поправки на ветер нет уже, а, вон они. Готов. Перезаряжайся. Блин, хуй, свиней. За звуком еще. Стойте на ветер. Еще. Смени поясни, чтобы расчистить вход. Легко. Вон, нет. Стоямы. Раз. Два. Три. Еще. Швагер, где еще? Вроде бы все ведь, бро. Да, походу, все. Еще идем встречать знатного гостя. Опасненькая такая темка. Да, из решителей знатно его. Но все равно, три слойки в его пиджаке, потому что он не сдох. Херовый-то, верит, снайпер, блин. Сам тоже под пулей лез. Не озвучу, правда, что они тут говорят. И он телепат. Так, а сейчас что? Я думаю, все уже. Удержать позицию. Удержать позицию. Хорошо, что у меня фугас остался. Суем фугас сюда и, наверное, сюда. И еще сюда. Куча фугасов. Так, по гранатам. Ничего, нифига нет, пока камни, да, бомб. Отшеврется камнями, похоже. 65 патронов в маузере. А, погоди-ка, лимонки. Супер. Растяжка лимонки. Найс. Но это значит, что кто-то опасный сюда приедет сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Машина, причем наша, кстати, русская, красная, армейская. Куча чуваков с ППШ. И ветер дикий, да? Пульс сбит. Кстати, как-то они не по погое одеты, все в ушанках. Прям как в анекдотах. Так, ну у меня куча фугасов. Внизу. О, вису фугасов. Началось. Куча патронов к МП-40 есть. Поэтому оборону держать я могу. Пусть здесь можно обстреливаться лимонками. Да, я думаю, отличный вариант, кстати. Чем там сверхотурья под огнем ППШ находиться, можно лучше отсюда, наверное, пострелять. Блин, почему они поставят себе лимонками? Нафиг, нафиг, нафиг. Бой на штуку ППШ, конечно. Готов. Так, слушай, я пойду и париться не буду. Что там, столько пулеметчиков, автоматчиков. Так, тогда, значит, растяжку мы поставим сюда. Это первая линия защиты. Вторая растяжка будет здесь. И она будет означать, что все очень и очень плохо. Ну, и да. В смысле, растяжка уже здесь, что ли? А вторая? Блин. Там же вторая растяжка еще. Бум. Подам сигнал, что здесь. Офигеть, уже здесь. Офигеть, 15 патронов. Все очень серьезно, блин. Нужны лимонки. Уже это будет сюда. Кидай еще лимонки. Офигеть, все, 7 патронов. Нужно срочно ППШ менять. Срочно ППШ просто. Патроны, 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 патроны. Патроны, патроны, патроны. И через час. Продолжай тихать. Покажи снайпер. Йоу, 17 патронов ППШ, блин. Что надо, лови? Он был! два человека еще один довольный с собой чел да швагер что стекает крови мило есть очень дельно скажет не знаю почему нет озвучки но это узнаем из брифинга все еще миссии что там случилось пока смотрим на блюющего крови швагера и телепатов ну вот и все все напрасно что судя по недовольному лицу нашего героя да все швагер отключился опаньки все миссия пройдена отлично сейчас сейчас наверно запущу следующую миссию хоть узнаем через брифинга что случилось чтобы там вольф не придумал это остается на потом как у меня были новые сведения о мюллере его назначили командующим зенитной башни в тергардоне я не люблю импровизировать но в штабе посчитали что нашли хорошую точку для снайпера и сбросили с самолета схему и припасы беда была в том что летчик промахнулся они умудрились сбросить посылку в самое худшее из возможных мест на крышу церковной колокольни теперь у меня был только один вопрос кто меня будет ждать красные или фрицы конечно они будут ждать меня короче какая то мутная тема какой то швагер теперь уже вольф бюллер причем нужно было в следующей миссии и понимаю на крышу церкви за каким то непонятным грузом фактически в самое обстреливое место ну ладно это тогда в следующий раз сейчас я закончу еще раз напомню это снайперы литвы 2 миссия называлась оперных плац с вами ее проходил селестин что ставьте лайки под этим видео подписывайтесь на канал и всем пока